Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы очень конкретно сотрудничаем с нашими партнерами, союзниками. Наша цель является очистить Сирию и этот регион от террористов ДАИШ и также НУСР, боевиков НУСР, ПКК, ЕПГ и другие террористические организации. Они все под прицелом нашей борьбы. Что касается политического решения, если не будет политического решения, и если не будет территориальной целостности Сирии, то сегодня, очистив ДАИШ, сюда могут прийти новые боевики. Мне кажется, это самый верный путь, это политическое решение конфликта. И, иными словами, высушить это болото, не дать почву для развития там террористической деятельности. Наш президент и наша страна открыто говорит о том, что СААД несет ответственность за убийство огромного количества людей на территории Сирии, невинных жителей этой страны. Но мы будем и впредь продолжать политику, которая гармонично и совпадает с позицией России по поиску и нахождению политического решения конфликта и оказании систематической гуманитарной помощи населению народа Сирии. И наша политика в этом смысле неизменна. Мы, конечно, сотрудничаем и с другими странами, но я думаю, что наше близкое сотрудничество с Российской Федерацией в этом смысле даст большие плоды и успешные плоды. Этому свидетельствуют и общение наших президентов. Вчера, например, состоялось очередное общение по телефону президента нашей страны Эрдогана и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Большое спасибо за вопрос. Я тоже могу подтвердить, что президенты регулярно общаются. За последние несколько дней, трижды, по-моему, они разговаривали по телефону, углубляя и конкретизируя договоренности, которые были достигнуты в ходе их личных встреч, в том числе и в отношении сирийского урегулирования. Мы, как уже задавший вопрос наш коллега, корреспондент Руся Леум, дали оценку в ответ на вопросы журналистов относительно некоторых последних заявлений, но в практической работе мы руководствуемся, еще раз подчеркну, не чьими-то односторонними заявлениями, их звучит немало, а теми договоренностями, которые достигнуты президентами. И могу вас ответственно заверить, что эти договоренности выполняются и по линии дипломатических служб, и по линии военных, и специальных служб. И рассчитываю, что очень тесное сотрудничество России и Турции по сирийской проблеме поможет внести реальный вклад в выполнение тех решений, которые приняло международное сообщество. По крайней мере, политический процесс, о чем господин министр только что сказал, сейчас топчется на месте. И в условиях, когда наши коллеги из Организации Объединенных Наций, которым поручено проводить инклюзивные межсирийские переговоры, по каким-то причинам не могут этого сделать, мы не можем ждать бесконечно. Будущее Сирии должны определить сами сирийцы. И Россия и Турция в практических делах всячески способствуют тому, чтобы создать для их инклюзивного диалога необходимые благоприятные условия, как это, собственно, и записано в резолюции 2254. Что касается реакции, как вы сказали, западных коллег на освобождение Восточного Алеппо, они как-то приутихли, по-моему, в последнее время. И вот этой оголтелой критики, абсолютно необоснованной, я что-то в последние дни не слышал. Наверное, они понимали, поняли, осознали, что ситуация в Восточном Алеппо ничем не отличается от ситуации в Масуле, в Ираке. Сейчас Запад призывает гражданское население уйти из Масула, поскольку необходимо освободить этот город от террористов. Та же самая задача стоит перед сирийской армией, при нашей поддержке, в том, что касается освобождения Алеппо от террористов. И вот, призывая гражданское население покинуть Масул и дать возможность расправиться с бандитами, наши западные коллеги одновременно говорили нам, что вот зачем вы призываете мирных граждан уйти из Восточного Алеппо. То есть тут налицо двойной стандарт, и то, что и в том, и в другом случае террористы и в Ираке, в Иракском Масуле и в Сирийском Алеппо используют гражданское население в качестве живого щита, очевидно, по-моему, для всех непредвзятых наблюдателей. Но мы преодолели, помогли сирийским властям преодолеть попытки террористов заблокировать выход мирных граждан из Восточного Алеппо, да и даже выход тех боевиков, которые были готовы уйти с позиций, где верховодят Джабхат Ан-Нусра. Уже много сотен граждан смогли оттуда выбраться, включая порядка 500 боевиков различных группировок, которые порвали Джабхат Ан-Нусрой. Так что та задача, которую американцы взялись выполнять, отмежевать умеренных оппозиционеров от Джабхат Ан-Нусра, которую они провалили полностью, эта задача выполняется сейчас уже по факту. И думаю, что приглушенность этой критики в наш адрес отражает понимание нашими западными коллегами, что они, в общем-то, проводили несостоятельную политику по этим направлениям. Что касается гуманитарной ситуации в Восточном Алеппо, мы все дни, все недели, в которые проводилась и продолжает проводиться операция по освобождению Восточного Алеппо от террористов, использовали любую возможность для того, чтобы помогать мирным гражданам, доставляя туда гуманитарную помощь, вопреки угрозам со стороны так называемого местного совета предотвращать поступления гуманитарных конвоев, обстреливать их и так далее. Теперь, когда значительная часть Восточного Алеппо была освобождена, нет никаких препятствий до доставки гуманитарной помощи по дороге Костелло. Мы сказали об этом ООНовцам и в Нью-Йорке, и в Женеве. Не понимаем, почему они до сих пор не предприняли каких-то крупных акций по организации гуманитарных конвоев. Но тем временем наши военные и по линии Министерства чрезвычайной ситуации направляется гуманитарная помощь, направляются мобильные госпитали, они уже разворачиваются в Восточном Алеппо, направляются врачи необходимые, медикаменты, оборудование. Так что вместо стинаний по поводу того, что жители Восточного Алеппо не могут получить помощь, мы занимаемся конкретными делами. Надеемся, что международные организации, включая ООН, последуют нашему примеру.